Инженерный антистресс, антитряс. Первый патент пятиклассника Миши. С виду обычная доска, но с креплением для руки и подставкой под нее, чтобы пользоваться гаджетом в любых условиях. Гениальное просто. Испытуемые набирали заданный текст в течение одной минуты. И затем, сравнив количество опечаток и объем текста, понял, что мое устройство позволяет увеличить скорость и качество набора текста во время движения транспорта. Миша здесь один из младших. В Барнаульском центре детского научного и инженерно-технического творчества наследники Ползунова, созданного при поддержке фонда Андрея Мельниченко и сибирской генерирующей компании в Политехническом ВУЗе, занимается 400 школьников. Углобленная химия, физика, математика, инженерия – все бесплатно. И задача центра, чтобы одаренный ребенок стал одаренным взрослым. Потому что по поводу того, что если от природы что-то дано, то ребенок, несомненно, пробьется и сделает себе карьеру и успешную путь жизни проложит, это далеко не так. Два учебных класса, три лаборатории. Для открытия экспериментов и нашей планеты ученики не ограничиваются. Вот маятник, чтобы измерять время движения, например, на Марсе. Например, на 67 градусов будет сколебаться. В три раза получается медленнее, чем на земле. Анина спускает с небес на землю. Она выращивает горох, облучая семена лазером. Когда мы засвечивали красным лазером, эта группа взошла быстрее всех. Где-то в полтора раза. Это может помочь голодающим людям, у которых еда растет очень медленно. Всю неделю преподаватели из девяти регионов страны будут делиться опытом, как выявить одаренных детей, развить их научный талант, применить его, добившись успеха. Участники конференции не сомневаются за этими детьми будущей страны, а значит им развивать промышленность, науку и экономику. Анастасия Дороган, Александр Андропов. Наши новости.